Господа, всем привет! Сегодня у нас новинка 23-го года, инверторный кондиционер Baloo Discovery. Работает он на 32-м фреоне, класс энергоэффективности А, может работать на отопление до минус 15, работа на холод от нуля и выше. И также есть еще и Wi-Fi управление, которое реализовано через нормальное приложение Homin, а не через какое-то непонятное китайское, которое, черт возьми, как работает. Стартует все от 27 тысяч рублей, то есть за свои деньги инверторный кондиционер этот более чем интересен. Поэтому расскажем, что он у нас за внешний блок, что за внутренний, покажем по управлению, послушаем, как работает. Потому что есть что показать, инверторных кондиционеров, так скажем, в первой цене вменяемых достаточно мало. Вот, пожалуйста, перед вами сейчас один из них. Линейка включает три модели разной номинальной мощности. 7, 9, 12 HBTU, то есть для помещения до 15, 20, 25 квадратов. Какую мощность себе подобрать исходим, так скажем, из того, какие у вас окна и куда они выходят. Если у вас помещение, например, 15 квадратов, окна большие, выходят они, допустим, на юго-запад, то есть солнышко припекает весь день, тени практически никакой нет, то по-любому ставим кондиционер с запасом, берем девятку. Вот, здесь все достаточно просто. Кондиционер также этот может работать на тепло, когда на улице до минус 15, и на холод, когда на улице выше нуля. То есть, кто не знает, кондиционером можно греться и делать это достаточно эффективно. То есть, обогреватель, он классный, обогревает он более эффективно, чем охлаждает. То есть, когда, например, пришла осень, батареи еще не включили, вы понимаете, что дома что-то как-то прохладно, не нужно покупать обогреватель. Вы просто включаете кондиционер и все. Тепла он дает больше, чем забирает электричество из розетки. По поводу работы на холод при температуре выше нуля. Например, пришла весна, солнышко активно припекает, пусть там будет на улице плюс 10, плюс 15, и вы понимаете, что открыть окно будет дома холодно. Но вы тогда спокойно себе включаете кондей, и он работает и делает вам какие-нибудь 22-23 градуса, при которых вам будет комфортно и не жарко. Также он может работать на осушение, забирая из воздуха в час порядка полутора-двух, а некоторые модели там и двух с половиной литров. То есть, это актуально будет для какого-нибудь Петербурга, Владивостока, либо каких-нибудь осенне-весенних сезонов, когда идет активный сезон дождей. Например, вы еще там одежду постирали, и все, чтобы очень долго так не сохло, выводим максимально влагу из воздуха, чтобы, так скажем, переувлажнения этого всего не было. И еще важный момент по техничке, это максимальная длина трассы. Здесь она 15 метров. Что это такое? Это расстояние между внутренним и внешним блоком. Это не что-то суперважное, что относится ко всем. Это достаточно такой частный фактор, но в году, например, мы с этим сталкиваемся примерно раз, ну, 10. То есть, когда человек выбрал кондиционер, все здорово, классно, а потом выясняется, что у него удаленность между внутренним и внешним блоком достаточно высокая и превышает там, например, 15 метров. И, соответственно, этот кондиционер уже просто не подойдет, и приходится выбирать другой. Внутренний блок. Господа, корпус белоснежный, глянцевая, длина 78 сантиметров. При этом эта длина идет у всего модельного ряда, у семерки, у девятки и у двенашки. Отличаются они только по шуму. 23, 25 и 26 дБ. Что это значит? Это значит, что просто начальные скорости предустановлены у более старших моделей на более быстрое вращение вентилятора. Соответственно, чем быстрее вращается, тем больше воздуха проходит, и тем больше шумовая нагрузка. Но максимальный показатель воздухообмена у них идентичен. 450 кубов в час. А это значит, что при достижении максимальной скорости, а скоростей здесь 7, они все будут работать с одинаковым уровнем шума. По поводу скоростей. 7 скоростей. Это абсолютно замечательно. Значит, что вы точно сможете найти баланс между, так скажем, уровнем шума и организацией теплосъема, чтобы вам по всем параметрам было комфортно. С точки зрения комфорта, что здесь есть еще? Жалюзи, они двухуровневые, они все с электроприводом. Вот сейчас вот мы его запустим, увидите. Жалюзи вниз, так скажем, перпендикулярно полу не опускаются, как на некоторых японских кондиционерах, но из плюсов его можно сделать практически параллельно полу, ну или потолку. Соответственно, чтобы воздух, так скажем, весь этот поток распространялся как можно дальше от вас. Что касается второго уровня жалюзи, он тоже есть, он тоже с электроприводом, но там сами направляющие, они достаточно небольшие. То есть сказать, что они там в значительной мере повлияют на направление воздушного потока, ну нет, это не скажем. Вот. Что дальше еще у нас здесь интересного есть? За лицевой панелью скрыты следующие элементы. Здесь у нас идет два фильтра грубой очистки. То есть, по сути, это мелкая чистая сетка на пластиковом основании. Сейчас покажу, как она выглядит. Ее задача удерживать крупные частицы пыли, чтобы это все не забивало теплообменник, и чтобы это у вас дальше все не разлеталось по комнате. Важно, это не штука для... Это не очиститель воздуха, это просто удерживать крупные частицы пыли. Также здесь есть вход под Wi-Fi разъем. Wi-Fi здесь, так скажем, вернее, под Wi-Fi модуль. Он не входит в комплект, его нужно приобретать отдельно. Сейчас мы кладем Wi-Fi в подарок при покупке и установке кондиционера у нас, но акция временная. В остальном у внутреннего блока есть еще антикоррозийное покрытие, что тоже хорошо. Короче говоря, за свои деньги внутрянка более чем вменяемая. Господа, напоминаю, купить этот кондиционер сразу с установкой можно у нас в Москве и в Викторинбурге. Наш сайт airseller.ru Все ссылки в описании. Давайте посмотрим, как он работает, на какой скорости. Их здесь у нас 7. Давайте сейчас я выставлю его на первую. Он опустит жалюзи. Где-нибудь там помолчим, хотя бы посмотрим промежуточные. Единичка пошла. Не могу сказать, что это там супер тихо, беззвучно, бесшумно и так далее, но в целом как бы все ок. Давайте побольше на троечку. Он работает достаточно низко, достаточно монотонно, потому что, не знаю, кто обращал внимание, кто нет, бывает при одинаковых показателях децибел один прибор работает как будто выше, другой ниже. Вот этот работает низко. Это нормально, это хорошо, это правильно, мне это нравится. Пятерочка. Абсолютно можно пользоваться дома на пятерке, если у вас помещение квадратов там даже не знаю, там 15-20 шумно не будет. Давайте турбач. Если честно, я не слышу разницы. Слава, ты чувствуешь разницу по обдуву? Ну вот оператор говорит, что у нас стал обдув интенсивнее, так что, так что ладно. Короче говоря, по шуму у меня к нему никаких вопросов, потому что, например, ну вот да, единичка, 23 децибела, если вы там, не знаю, спите, супер нежно и так далее, то семерка может вам гипотетически показаться шумной. Хотите, чтобы было тихо, покупайте, не знаю, балу платинум эволюшн. Там единичка, вот 19 децибел, и там реально супер тихий кондиционер. Внешний блок. Кондиционер собран на заводе Тесель, компрессор их. Он не шумный, 49 децибел. Например, у платинум эволюшн он 50 децибел. Так что, с точки зрения технологичности, все окей. Ну, помним, что мы имеем все-таки дело с базовой моделью, но здесь даже есть антикоррозийное покрытие внешнего блока. Разбирать его, смотреть, замерять диаметр трубок, там восторгаться или восхищаться, или дискредитировать вентилятор, я смысла никакого не вижу. Потому что у нас здесь не факультет, там, к реагенной технике и кондиционированию, это вот, пожалуйста, там, к вассерманам, к людям в жилетках, отверткам, с отвертками и прочим. Потому что вы будете взаимодействовать с внутренним блоком, и все. От того, что вы увидите, что здесь внутри, как бы, картина никак не поменяется. Тихий, тихий. Гарантия 3 года, есть. Фреон 32, все нормально. Что спрашивается, еще надо? Хотите, чтобы было еще тише? Пожалуйста, при монтаже скажите, что, господа, поставьте мне его, пожалуйста, на виброопоры. В целом, вам больше про него знать не стоит ничего. Управление по Wi-Fi реализовано через приложение Хамин. Что для этого нужно сделать? Подцепить Wi-Fi модуль непосредственно к кондиционеру, сопрячь их в Wi-Fi и авторизовать устройство в мобильном приложении Хамин. Сейчас, марта 23 года, к сожалению, оно туда еще не добавлено, но, например, кондиционеры, которые были не добавлены туда до этого, там появились тот же самый EcoSmart. Короче говоря, что полезного вам даст дистанционное управление? Например, вы возвращаетесь с работы домой, дома жарко, вы можете его дистанционно включить. Вот, вы можете задать скорость вентилятора и так далее. Но самый главный функционал, который мы очень сильно ждем, это когда будет нормальным образом реализована функция расписания. То есть, когда вы работу кондиционера можете подстроить, под свой быт утром уходите. Зачем ему днем работать? Пусть днем не работает. А накануне вашего приезда, возвращения, пусть он включается. Удобно, удобно. С точки зрения того, как будет болтаться сам Wi-Fi модуль, на крышке под него, в принципе, есть какой-то отсек, но он туда никаким образом не влезает. То есть, его, в принципе, можно туда как-то запихнуть, но он постоянно будет вот этой торцевой кнопкой, упираться, она будет нажиматься, и он не будет работать корректно. Поэтому он просто будет болтаться, как видите вы его сейчас. Он чуть-чуть, сколько-то перекроет фильтры грубой очистки, ничего страшного в этом нет. Да, он будет покрываться как-то пылью, но, короче, как есть, так есть. В любом случае, все закроется нормально, мешать он не будет, и все будет работать. Итого, господа, за свои деньги достаточно неплохая инверторная сприт-система. Что внешний блок, что внутренний, имеет антикоррозийное покрытие. У внутреннего 7 скоростей. Да, конечно, сколько-то они, так скажем, производитель, ну, схитрил, если так можно сказать. Сделали семерку, девятку, двенашку, одинаковые размеры, одинаковый вентилятор, одинаковый теплообменник. Ну, окей, но может именно за счет этого и получилась, так скажем, достаточно привлекательная цена. Потому что то, что предлагает он за эти деньги, это все достаточно хорошо. Для вас, как для конечных покупателей, в принципе, вы взаимодействуете только с пультом, и видите, как работает вот эта вот штука. Ну, то есть, внутренний блок. А все остальное, например, там, удобство подключения и так далее, все, что это выведено, это все ложится уже на плечи специалиста по установке кондиционера. Именно он, так скажем, во время монтажа может думать, да, блин, здесь сделано хуже, чем в Daikin, Atochi, Mitsubishi и так далее. То есть, вас глобально это не касается. Для вас конечный результат работы, кондиционер работает, кондиционер работает хорошо, кондиционер работает долго. Здесь, условно говоря, для этого все есть антикоррозийка, нормальный компрессор, и он еще и не шумный. Так что, пользуйтесь, все нормально. И 32-й Freon, вот был бы 41-й, тогда можно бы еще что-то еще было думать, а тут 32-й, класс. Короче говоря, рекомендуем, рекомендуем к приобретению. Господа, купить эту инверторную сплит-систему сразу с установкой можно у нас, в Москве, в Екатеринбурге. В других городах мы не старим. На этом все. Есть вопросы, пожалуйста, ждем вас в комментариях. И откланяюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok